Библейский портал экзегет.ру представляет Так, дорогие друзья, мы переходим к изучению 115-го псалма. Традиционно наши беседы записываются порталом экзегет.ру в Срединской духовной семинарии. В большинстве иностранных изданий 115-й псалом неразрывно связан с предыдущим, 114-м. В обоих гимнах упоминаются такие слова, как «смерть», «узы», «призывается имя Господне». Оба текста написаны от первого лица единственного числа. По всей видимости, они когда-то составляли единую благодарственную песню. Песня благодарения за спасение от смерти, которая впоследствии в литургических целях была разделена на два равных по объему гимна. И в частности, о литургических возможных соответствующих целях нам говорит перевод на греческий язык под наименованием «септуагинта», где в заголовках или в концовках данных псалмов ставится слово «Аллилуйя». В 114-м псалме говорится о том, что его автор переживал какую-то смертельную болезнь и, находясь в изнеможении, вспомнил о доброте Господа, который хранит простодушных. Это слово за прошлой встречи мы с вами разбирали. «Господь помог, поставил на ноги, и поэтому псалмопевец радуется, что может уверенно ходить на земле живых или по земле живых». По 115-му псалму утверждается, что автор не переставал веровать Господу, несмотря на сильное сокрушение. Затем он заявляет о своем намерении превселюдно, то есть публично, принести обещанные жертвы, жертвы по обету, и выражает свою преданность Богу. Завершается псалом, как это и традиционно для подобных божественных гимнов, призывом, обращением к народу восхвалять Господа. Идентичные стихи 115-го псалма, которые начинаются со слов «Обеты мои воздам Господу», встречается в 6-м и 10-м стихах. По всей видимости, когда ты были припевом, который был обращен к молящимся в храме паломникам. Но теперь давайте мы подробнее рассмотрим содержание текста. В первых двух стихах автор свидетельствует о себе, что, несмотря на жизненные испытания, он никогда не терял веры. В отношении толкования выражения «я веровал, запятая, и потому говорил» по синодальному тексту, мы такой текст читаем, есть определенная дискуссия, связанная она с тем, что исходный древнееврейский текст позволяет по-разному расставить запятые и по-разному его интерпретировать. Чаще всего в иностранных изданиях мы прочитаем такое толкование, такое прочтение данного выражения. «Я верил, даже когда говорил, что сильно сокрушен», или «я верил в Господа, сильно страдая, и говорил». Септуагинта дает такой перевод на греческий язык. «Я веровал, запятая, поэтому говорил, я весьма унижен». Кстати, на греческий текст ссылается апостол Павел. Вряд ли апсалмопевец хотел сказать, что он верил в Бога, потому что страдал. По причине страдания у него появилась вера. Напротив, скорее, боль не давала ему покоя, он страдал, но безропотно продолжал доверять Богу. Второй стих показывает, что псалмопевец разочаровался получить помощь от людей. В словах «всякий человек ложь» он подразумевает, что никому нельзя доверять. Но это не означает, что все люди лжецы. У слова «опрометчивость» могут быть такие синонимы, как смятение, торопливость, поспешность. Таким образом, псалмопевец словно оправдывается перед окружающими людьми. С выводами о том, что никому нельзя доверять, он поспешил. Это самооправдание еще больше подчеркивает основную идею псалма, что полностью доверять можно только одному Богу. Слова «всяк человек ложь» вызывали и вызывают различные дискуссии. «Подчеркну, что по мысли многих экзегетов вряд ли автор псалма хотел сделать утверждение, что ложным является всякий человек, что все лжецы или все мы склонны ко лжи». Вероятно всего, он просто сравнивает степень надежности, защиты и покровительства. С одной стороны, беря во внимание людей, князей, лиц высокопоставленных или рядовых военнослужащих. И с другой стороны, самого Господа. Во многих псалмах мы встречаем подобные слова. «Лучше надеяться на Господа, нежели надеяться на человека». По-славянски, ложь – конь во спасение. То есть даже на лошадь, бессловесное животное, которое к тебе приручено, которое рабски следует твоим командам, даже на животное невозможно положиться. Если бы мы сейчас попытались сделать проекцию на нашу современность, мы бы сказали бы так. Нельзя надеяться и на компьютерную технику, и на интернет-базы данных, на мобильные телефоны, айфоны, тактора и скоростные поезда. Потому что ломаются и электронные устройства, падают самолеты, делают ошибки люди. Не ошибается только Господь. Для нас этот тезис, что Господь не ошибается, он тем более важен, что в контексте рассмотрения пророчеств о грядущем страшном суде, мы себя снова и снова уверяем и проверяем, что у Бога нет ошибки. То есть в рай и ад не попадают случайно. Есть Божий суд, который взвешивает все. Кого-то находит легким, кого-то тяжелым, кого-то весомым и достойным, драгоценным для небесного царства, кого-то легким, как пыль, которая сдувается, развеивается по ветру и, наконец, снова приземляясь на землю к другой подобной пыли и грязи. Итак, у Бога ошибки нет. Когда Он попускает зло или вознаграждает человека какими-то благами, Он не ошибается. В этом не случайности. И поэтому автор псалма сравнивает некую степень того, насколько я могу довериться тому или иному явлению, делает вывод следующий, что истинным и подлинным упованием, далеко идущим, надежным упованием, будет упование на Господа. А все, что связано с миром земным, с миром человеческих отношений, произвольно или непроизвольно может меня подвести к какой-то ошибке. Не потому, что другие люди плохи по определению, а потому, что все, и я в том числе, можем ошибаться. И поэтому, если я сам в себе нахожу корень зла и какие-то лживые намерения в виде самооправдания, хитрости или просто погони за красивым имиджем, то уж тем более другие люди, на которых я меньше могу положиться, чем на самого себя. И в этом случае еще более мы акцентируем внимание на Господа и на то, что в нем-то мы точно можем быть уверены. Далее автор псалма начинает рассуждать о том, как он может отблагодарить Бога за помощь, которая пришла в ответ на его молитвы. Вопрос, что воздам Господу, риторический. Слово воздам, верну, отдам, предполагая, что он уже что-то от Бога получил. Следовательно, перед нами внутренний диалог о том, как же лучше всего выразить свою ответную благодарность Богу. Чаша спасения – это чаша с вином, которая, скорее всего, входила в состав благодарственной жертвы, которая по обычаю следовала за жертвы всесожжения. В древнееврейском культе, если мы посмотрим на книгу Левит, там выделяются четыре типа жертвы. Жертва всесожжения, жертва повинности, жертва за грех и жертва мирная. Но, как правило, они шли в тех или иных комплексах жертвоприношений. Как у нас, допустим, мы в составе богослужений можем выделить каноны, псалмы, молитвы. Но, как правило, служится какая-то служба, богослужение, которое включает в себя все – и каноны, и псалмы, и молитвы, еще какие-то припевы, и ктении. Вот точно та же и в ветхозаветном богослужении в израильском культе, как правило, это были какие-то комплексы, которые включали в себя и то, и другое, и третье. Итак, чаша спасения, она упоминается у нас в книге чисел, вероятно всего, это намек на чашу с вином, ритуальную чашу. Ссылка псалмопевца на призвание имени Господа также свидетельствует о том, что перед нами речь идет о каком-то культе, потому что слова призвания Господа являются типовыми, когда человек обращается к Богу в каком-то богослужении. Итак, перед нами какой-то литургический чин, который связан с тем, что псалмопевец приносит чашу с вином перед всем народом, то есть за общественным богослужением в храме. И этот кубок победы является символом праздника, заполученное в беде спасения. Драгоценными в древности были редкие, изысканные камни. Драгоценной считалась милость Божия. Она была дорога для людей, особенно та милость, которая покрывала людей от невзгод. Но в данном псалме парадокс в том, что дорогой становится смерть верных Богу людей. Их смерть дорога не потому, что Бог желает их смерти, а потому, что Ему дорога их жизнь на земле. Если все будут в Шиоле, то кто будет прославлять Бога на земле? Итак, Богу не безразлично, живы ли верные Ему люди. Ему больно видеть, как умирают святые. Поэтому Он спешит их защитить. Под словом «святые» в подобных ветхозаветных текстах вероятно подразумевается народ Божий. То есть не какие-то отделенные от общей израильской массы людей праведники, а в целом представители святого народа. В славянском тексте, в шестом стихе славянского текста встречаем такие слова. «Честна пред Господом смерть преподобных его». Кстати, эти слова воспеваются за богослужением в память преподобных в качестве прокимна. То есть это слова, которые стали частью богослужения. Притом именно преподобных, божьих угодников, которые, согласно правосланному чину, угодили Богу в монашеском своем призвании. Слово преподобный на греческом звучит как «осиос», святой. В древности таким словом называли угодников божьих вне зависимости от иерархической степени, то есть и мучеников, и святителей. Так, в частности, в Кио-Печерской лавре перед гробами угодников божьих, прославившихся в епископском сане, также может быть написано слово преподобный. Итак, слово преподобный восходит к греческому «осиос», а «осиос» означает «в целом святой». Итак, преподобный изначально означало то же самое, что в еврейском слове «святой». Итак, дорога и честна. Эти слова на русском и слованском языке для нас не выглядят как синонимы, потому что дорогим может быть камнем, камень, дорогим может быть сосуд, дорогой может быть жизнь. Словом «дорого» мы можем называть и продукты питания, и товары широкого предназначения. Слово «честность» в современном русском лексиконе по преимуществу относится к нравственным, моральным качествам людей. Мы не можем сказать «честное молоко» или «честный кефир», но мы можем сказать «дорогое молоко» и «дорогой кефир». Связано это с тем, что в русском языке богатство лексикона позволяет подобрать различные слова для того, чтобы обозначить разность состояния души человека, разное отношение к нему. Но мы также можем сказать на русском языке, что тот или иной человек дорог моему сердцу. Дорог, то есть близок, я его высоко ценю. Как правило, мы таких людей ценим в том числе и за их честность. Поэтому в какой-то мере, если сказать «дорогой человек» или «честный человек», мы можем сказать, что в целом речь идет о каком-то хорошем человеке. В древнее еврейском лексиконе исходные слова могли применяться к более широким контекстам. И в целом словарный запас в какой-то мере можем сказать был меньший, чем в современном русском обиходе. И поэтому при переводе на греческий язык авторы греческого перевода старались подобрать такие возможные слова, которые бы передавали соответствующие оттенки. и так раздвоение смыслов идет вероятно на границе перевода. И более емкое еврейское слово, которое можно было бы перевести и так, и так, в переводе на славянский язык через греческий получает исключительно такой этический оттенок. Но суть одна и та же. Это высокие стандарты этики людей. Именно они удостаиваются звания святых. Псалмопевец умаляется пред Богом, называя себя рабом. Но он так делает не потому, что раба лепствует перед Богом, прислуживая ему как лакей, а потому и только потому, что Господа он воспринимает как своего помощника и покровителя. Его служение Господу заключается в поклонении ему. он не служит другим Богам. Другими словами, он перед другими Богами не совершает никаких жертвоприношений. Преданность Богу он унаследовал от своей матери и сохранил ее на протяжении жизни. Бог разрешил Уза, избавил от смерти, как освобождают от тюрьмы. Стихи 4 и 8 относятся к благодарственной жертве, которую псалмопевец приносит Господу в храме в силу данного ранее обета. Слово обет упоминается в псалме дважды в 5 и 9 стихах. В зависимости от обстоятельств ветхозаветные люди могли давать Богу самые разные обеты. Об этих обетах окружающие могли и не знать, поскольку они давались в частном порядке, порой даже сокровенно, в клете своего сердца про себя. Но исполнение их завершалось публично, с жертвоприношением во время общественных собраний. В данном псалме упоминается слово обет. И более того, речь идет о том, что человек, который пообещал Богу жертвы, по 9 стиху воздает ему пред всем народам. Итак, что такое обет? Это обещание. Что такое жертва? Это то или иное жертвовное животное, которое приводится или приносится в храм, чтобы потом над ним совершились соответствующие чинопоследования. Приведем в пример обет назарейства. Этот обет был связан нередко с теми случаями, которые человека подталкивали к более аскетическому образу жизни на какое-то определенное время с просьбой к Богу помочь заступить, поддержать в той или иной ситуации. Такие обеты давал в том числе апостол Павел. Апостол Павел вел безбрачный образ жизни. Апостол Павел претерпевал многие кораблекрушения. Ему давали несколько раз по 50 ударов без одного. Он был заключен в темницах, но мы видим, как Господь его сохранил. Мы не знаем, сколько длился этот обет, как давно Павел дал этот обет Богу, что он не будет пить вина, что он не будет соприкасаться с чем-либо умершим, но и будет нести те или иные ограничения, в том числе не будет соприкасаться с женщинами. Нередко обеты назарейства, если следовать тому, как жил Самсон, они были связаны с тем, что люди еще не отрезали волосы, то есть по-другому их не стригли. Кстати, слова, отобращенные к Иисусу в Евангелии, что он назареем наречется, также давали издревле повод многим толкователям видеть в нем назарея от чрева матери. Поэтому на древней иконографии он, как правило, изображается с длинными волосами, как назарей. В книге Деяния мы видим, что Павел, завершая свои обеты, приходит в храм, чтобы принести жертву. Он действует, как типовой ветхозаветный человек, потому что завершение обета должно было быть освидетельствено священникам. И в благодарность Богу за помощь, которую человек уже получил за это время, пока нес обет, человек приносил ему соответствующие жертвы. Приносил ему соответствующие жертвы. Это некая была печать этого обета, его финал. Между прочим, по Евангелию те прокаженные, которых исцеляет Христос, тоже призываются самим Иисусом пойти в храм, показаться священнику и принести соответствующие жертвы. Итак, человек сначала получает помощь и исцеление, а в случае прокаженных это действительно уникальное чудо, что они ведь-то ничего Богу не обещали. Христос делает им подарок, дает им чудо даром, без всяких зароков, без всяких условий, и просит только об одном — придите, поблагодарите. Отсюда и христианский чин Евхаристии, благодарение, то есть, по сути дела, главное богослужение в христианском чинопоследовании связано исключительно со второй частью этого обета, то есть с благодарственной жертвой, эту бескровной, кровавую жертву, свою кровь, Христос за нас уже принес, Он уже ее совершил, и от нас Он не требует уже никаких обетов. В этом-то и парадокс, что для человека Нового Завета уже не нужно нести на себе какие-то обременения, и наш пост, особенно Великий Пост, это не ветхозаветный обет воздержания от чего-либо, древний христианский пост был связан с ограничением в приеме пищи на весь период подготовки катехуменов к принятию Таинства Крещения. И вот вся Церковь вместе с ними молилась, чтобы Господь простил их грехи и сделал их достойными Небесного Царства. И поэтому Пасха была в первую очередь Пасху для тех, кто вступал в Церковь людей святых, которые уже опытно переживали встречу с воскресшим Спасителем. Итак, обеты. Я специально сделал проекцию на Новый Завет, показать на близких для христиан текстах то, как эти обеты исполнялись. В Ветхом Завете такие обеты совершались по разному случаю. В частности, когда человек отправлялся в путешествие, он мог что-то Богу пообещать, какие-то жертвы. Или военнослужащий, например, полководец мог пообещать Богу какие-то жертвы за возможную победу. Кстати, эта традиция обещания Богу той или иной жертвы за возможную победу была распространена и на Руси, когда за избавление от моровой язвы или за победу русского меча в борьбе с интервентами строился и посвящался Богу тот или иной храм. Эти обетные храмы строили всем миром, как правило, в кратчайшие сроки бывали даже такие случаи, когда в один день все деревни воздвигали такую обетную часовню или обетный храм. Дом Господень это здание храма. На его внешнем дворе располагался алтарь, на который полагали жертвы для всесожжения. Храм располагался в центре города Иерусалим. Указывано то, что храм посреди двора, а двор посреди Иерусалима. Псамопевец словно удаляется от центра города, обозревая толпы народа, которые стекаются со всей страны на поклонение Всевышнему. Многие христианские толкователи усматривали в чаше спасения намек на ту чашу вина, которую пил Иисус со своими учениками, совершая традиционную еврейскую Пасху. Не случайно 115-й Псалом и по сей день входит в состав православного молитвенного правила ко святому причащению, а слова «Чашу спасения прийму» и «Имя Господне призову» стали причастным стихом, который поется за литургией во время причащения духовенства в празднике, посвященной Божьей Матери. Апостол Павел ссылается на текст 115-го Псалма, цитируя его первые слова по греческому переводу. «Я веровал и потому говорил, несмотря на страдания и скорбь в оси, когда он был отягчен сверх сил так, что уже и не надеялся остаться в живых, он понадеялся на Бога, который избавил его от близкой смерти, как пишет апостол, цитирую, «избавляет и на которого надеемся, что и еще избавит». Хотя Павел цитирует всего два слова из Псалма. Общий дух его послания вполне согласуется с ветхозаветным текстом. Исключением является та деталь, что автор Псалма надеется пожить еще какое-то время на земле. Это мы видим в конце 114-го Псалма. В то время как главной надеждой для Павла является то, что Бог, цитирую второе к Коринфянам, воскрешает мертвых. Именно эта существенная деталь, связанная с надеждой на воскресение, является центром той благой вести, которую принято называть Новым Заветом. Благодарю за внимание. Держи. Время держи. Будет держи. Время держи. Время держи. Держи. Время держи. Продолжение